Это проект «Место происшествия» на Первом городском канале, и мы продолжаем выпуск. Берег левый, берег правый. Пьяный водитель Гранты за пару минут побывал на разных сторонах реки Вятки. Веселился он и пил виски на левом берегу, на смотровой. Кстати, там его и заметили активисты ночного патруля. Мужчине сделали замечание, мол, в таком виде садиться за руль нельзя, но тот все равно поехал, а через минуту устроил погоню. Остановили авто возле «Титаника». На месте задержания побывал коллега Алексей Иванов. Общественники повидали многое, но были удивлены. Водитель на смотровой на виду у всех пил виски, игнорировал замечания, а потом и поехал. Вот он движется по улице Казанской, потом свернул в сторону старого моста. В это время подъехали сотрудники ДПС. Дальше, дальше! На мосту водитель заметил патрульную «Шкоду», ускорился и резко свернул в сторону «Титаника». Но вряд ли он хотел любоваться местными пейзажами. В итоге скрыться лихачу не получилось. Машину остановили, когда кончилась ровная дорога. Мужчина, зачем уезжали, не останавливаясь? Не слышите меня? По словам общественников, в разговоре с инспекторами мужчина хотел сойти за своего. Мол, смотрите, на рамках номера белым по-черному написано «МВД Российской Федерации». Неужели нельзя без оформления? Ответ инспекторов прозвучал буднично. Впрочем, реально, что есть, что-то привезли с собой? Нет. Где? Ну, в этом. Косеты, пистолетов есть? Нет. Сразу же хорошо. От мужчины пахло спиртным. Налицо признаки опьянения. Александр, много выпили сегодня? Вы шатаетесь как-то подозрительно. Судя по приложениям на его телефоне, Александр привык пользоваться такси. Однако на этот раз он решил в пьяном виде покататься на своей машине. И теперь проблемы. Вскоре мужчину привезли в наркодиспансер на экспертизу. Вот он расстроенный, ведь результат оказался положительным. Сразу после теста у врача звонит папе, чтобы тот спас машину от эвакуации. Но родственник этого сделать не смог. Вы понимаете, что его задержали за вождение в нетрезвом виде. Сейчас он находится в наркодиспансере. Да, и сейчас будет привлекаться к административной ответственности по ст. 12.8.1 или 12.26.1. В зависимости от того, пройдет ли он экспертизу или откажется от нее. Вы в курсе об этом? В курсе. В этом случае забирать машину до появления сотрудников полиции нельзя. Как я знаю, ключей-то нет. Избежать ответственности не получилось. Сотрудники ДПС оформили Александра за пьяное вождение. В ближайшие полтора года ему придется еще активнее пользоваться приложениями такси. Сергей Пичугин, Алексей Иванов. Место происшествия.